Переходим к самым дорогим и ценным. Вот еще довольно уникальная находка из ролла монет 10 гривен. Обязательно проверяйте ваши пятерки, когда вы платите. Монета принесла 2300 гривен, а это 2225 гривен. Узнайте, какие новые монеты могут принести вам реальные деньги. В этом видео я расскажу, какие дорогие и редкие монеты Украины нового образца стоят по-настоящему дорого. Покажу вам 2 гривны монетой, покрытой настоящим золотом 999 пробы. Мой канал почти набрал 50 тысяч подписчиков и по этому поводу я сделаю подарок для всех своих зрителей. Мы разыграем эту монету 2 гривны 2018 года в этом видео. Условия будут очень простые, смотрите дальше видео. Друзья, но перед началом этого видео хочу попросить вас подписаться на канал. Кстати, это будет одним из двух условий участия в розыгрыше. Да-да, сделайте это прямо сейчас, чтобы потом не забыть. Я жду. Получилось? Ну погнали. Важно, у всех номиналов монет разные особенности, так как использовался разный металл. Смотрите внимательно это видео и до конца, и вы узнаете цены всех этих монет. Начнем с монеты 1 и 2 гривны. 1 гривна 2018 года, тираж 140 миллионов штук, а 2 гривны 145 миллионов. Какая же цена у них и из чего они состоят? 1 и 2 гривны из низкоуглеродной стали с никелевым покрытием. Для проверки монет и нахождения дорогих монет Украины, нам необходимо использовать обычный магнит. Наверняка у вас есть дома на холодильнике. Напишите в комментариях, какой у вас, например, самый верхний справа. Если есть. У меня вот такой. Берем магнит и видим, что он с легкостью притягивает эти монеты. Если монеты не магнитные, вы уже заработали. И пишите мне в инстаграм, я куплю у вас их. Ссылка будет в описании. Если монеты магнитятся, не спешите их тратить. Отложите, дорогие. Проверьте их на наличие брака чеканки. Да, при производстве монет, хоть и на современном оборудовании, может попадаться брак. Например, как поворот аверса относительно реверса. Такое бывало и на мелких номиналах обиходных монет. Например, вот 5 копеек. Про них я говорил в прошлом выпуске. Довольно внушительная цена продажи. Есть видео о таких браках, сколько они стоят. Ссылочку я оставлю в описании. Загляните после просмотра этого видео. Цена меня реально удивила. И у крупных номиналов тоже встречается такой брак. Конечно, маленький поворот недорого стоит. Но вот если 180 градусов, это уже хорошие деньги. У гривны 1996 года встречается даже такой брак. Ну, к сожалению, он не очень большой градус поворота. Как думаете, сколько стоит такая монета? Напишите в комментариях. Я отмечу правильный ответ. Могут встречаться браки и с небольшим наплывом металла. Но они недорогие. Ну, стоит откладывать их к себе, чтобы потом выставить большим лотом. А вот другой интересный брак попался моей подписчице. И, конечно же, я сразу купил монетку для себя в коллекцию. По цене от 300 гривен. Если у вас есть такие браки, предлагайте мне в инстаграм. Я покупаю такие браки и на Виолити. Переходим к 1 и 2 гривнам 2019 года. Тираж 1 гривна 50 миллионов. Двушки 67 миллионов. По бракам и магнитным свойствам там ценится все так же, как и в 2018. Но дополнительно выходили вот такие монеты повышенного качества чеканки. Они были вот в таких наборах. Но сейчас набор можно купить на Виолите ориентировочно за 500 гривен. Тираж у них 20 тысяч штук. Много кто доставал эти монеты из набора и продавал отдельные. Цена такой наборной монеты может доходить до 100 гривен. А некоторые нумизматы кладут к себе в коллекцию именно монеты повышенного качества чеканки. Переходим к самым дорогим и ценным. Это к монетам 5 и 10 гривен. Первый показатель это год монеты. Если вы найдете монету 5 гривен 2018 года, я готов купить у вас ее за 2800 гривен. Обязательно добавьтесь ко мне в инстаграм, чтобы оперативно написать после находки. Туда я постоянно выкладываю фото редких и дорогих монет Украины, на которых можно заработать реальные деньги. Ссылка будет в описании, либо в первом закрепленном комментарии. Тираж обычных монет, которые мы все видим в обороте, 20 миллионов штук. И возвращаемся к нашему магниту. Привет ребятам, блогерам из Одессы. Эти монеты из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. В следующем видео я покажу вам альбом по разновидностям металлов обиходных монет и сколько они стоят. Алюминиевые, латунные. И чем больше лайков у этого видео, тем быстрее выйдет следующий выпуск и результаты розыгрыша на монету 2 гривны, покрытых золотом. Монеты не обладают магнитным свойством, как вы видите. Но они покрыты никелем. И если поднести магнит, вы увидите, что они еле-еле магнитятся. Если вдруг вы найдете монету, которая легко притягивается магнитом, это значит, что там использовался другой металл. Такой, как у 1 и 2 гривен. И эти пятерки будут стоить дорого. По поводу браков этих 5 гривен монетой нового образца. Уже встречались браки. Вот, например, поворот Аверса относительно Реверса на 180 градусов были выставлены на Виолите и куплены за 2300 гривен. Вот эта монетка. Обязательно проверяйте ваши пятерки, когда вы платите. Или вот такой брак. Это засорение штемпеля. С разницей в 1 год мне подписчики из разных городов Украины прислали вот такие 2 брака. Пока тема браков монет не изучена, но я, собирая об этом информацию, готовлю полный выпуск. Так что пишите мне в комментариях, что попадалось именно вам. Точную стоимость вот таких браков может дать электронный аукцион. Например, Виолити. Там можно посмотреть, какие цены на эти монеты и выставить на продажу. Или даже найти и купить к себе в коллекцию. Ссылку на нужный раздел я оставлю в описании. Обязательно переходите, посмотрите, какие были цены. Переходим к монете 10 гривен монетой. Пока как-то непривычно ей платить. Но я уже чувствую, что пора записаться мешочками для монет, как в давние времена. Кстати, если кто не видел, в обороте уже встречаются десятки 2021 года. Тираж десяток 2020 года был 20 миллионов штук. Ну какие же дорогие монеты 10 гривен. Конечно, это первые десятки 2018 года, которые были показаны еще на презентации. Тираж я скажу дальше в видео. Я готов купить такую десятку за 2800 гривен. Вот такие 10 гривен 2018 года. Конечно, мы обращаем внимание и на браки, и на повороты этой монеты. Брак с поворотом может стоить от 2 до 3 тысяч гривен. Это точно. Вот еще довольно уникальная находка из ролла монет 10 гривен. Это заготовка под десятку, которая попала в оборот. Спасибо Михаилу Дороднову, он предоставил мне этот фрагмент видео. Ссылку на его полный ролик я оставлю в описании. Подобные заготовки монет есть и у меня в коллекции. Вот, например, заготовка под 1 гривну из латуни. Вот заготовка под 50. Стоимость приблизительно можно понять после выставления на электронные торги, но от 400 гривен. В альбоме смотрится очень интересно. Если есть вопросы по заготовкам, пишите мне в личку в инстаграм. Думаю, мы еще встретим непрочеканы и что-то еще интересное. Главное, будьте внимательны и проверяйте свои кошельки перед тем, как платите. Друзья, давайте перейдем к конкурсу. Для участия в розыгрыше 2 гривен, покрытых настоящим золотом 999 пробы, просто будьте подписчиком моего канала и поделитесь этим видео в группе или хотя бы с одним человеком. В Вайбере, в Телеграм, ватсап, в Фейсбук, где угодно. Если человек найдет редкую монету, он обязательно отблагодарит и вас, что показали ему это видео. Я определю победителя среди ваших комментариев. Как только у меня на канале будет 50 тысяч, это будет совсем скоро, так как вы поделились моим выпуском. Ну что, поехали! И по поводу тиражей. Прямо перед выпуском мой подписчик Виталий скинул мне скрин его обращения в НБУ по поводу тиражей 5 и 10 гривен 2018 года. Их всего по 10 монет. Напишите в комментариях, сколько бы вы заплатили за такую монетку 10 гривен 2018 года для своего альбома. Огромный привет тебе, Виталий! И спасибо всем подписчикам, кто присылает мне новости и материал для выпусков. Я всегда на связи в Инстаграм, пишите. И давайте сделаем флешмоб по традиции. Кто досмотрел до этого момента, пишите комментарии, начиная с фразы «бабки в шапку» или «фартовый коллекционер». Ведь мы все фартовые коллекционеры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok